В Турции, конечно, очень интересно с едой, особенно с завтраками. Кашу вы здесь не найдете, длинные углеводы не найдете. Но зато здесь много фруктов, они здесь достаточно вкусные. У них есть йогурты, спасают нас. У них есть огурцы, это тоже нам помогает. Потому что с овощами, конечно, турки не очень любят овощи, так же, как и итальянцы. Что мы заказываем? Заказываем рыбу. Сибас на гриле идеально готовят. Они умеют это делать. Есть салат капреза, моцарелла с помидорами. Тоже можно здесь заказать. Я сейчас вам пришлю список продуктов, сфотографирую для вас в меню. И пришлю, что мы едим из этих блюд и что не едим. И одна особенность. В Турции подают кофе с сахаром. А для меня кофе с сахаром – это испорченное кофе. И, ну, извиняешься и говоришь, что вы переделали без сахара. И это вежливо. И вы знаете, часто выручают доброжелательность, улыбка и ваша внутренняя культура. Тут же всё красиво налаживается. Так что, конечно, турки, они любители сладкого, любители мучного и любители всё жарить на масле. А мы же знаем, что жареные продукты – это как продукты убийцы, это канцероген. Ни в коем случае мы продукты не жарим, а используем несколько этапов. То есть разные этапы, разные способы приготовления. Это варим, ну, варёные овощи или бланшируем, например, спаржу. Мы можем просто кипятком отдать. Вот это бланшированная спаржа. Мы что ещё можем делать? Запекать. Вкуснейшее. Просто научиться быстро запекать. Ещё один способ. И ещё один способ у нас с вами – гриль остаётся. Готовим на гриле. Умеем готовить на гриле и открытый огонь. Тоже вкусно получается. Ну и запекаем можно в фольге, в бумаге для запекания. У кого есть грильницы – это наши продукты. Ну, конечно же, в Турции я, когда отдыхала лет 10 назад, вы знаете, я похудела на 4 килограмма, потому что всё включено, и через какой-то момент мой организм стал возмущаться, и я себя стала плохо чувствовать. И тут же я перешла на огурцы с йогуртом. Кстати, мои любимые цадзики тут в виде супа подаётся. Это шикарно. Мы тоже можем брать йогурт с чесноком и пропом. Фрукты. У них потрясающе вкусные фрукты. Фрукты мы едим в первой половине дня. Во второй половине дня фрукты у нас с вами уходят в подкожно-жировую клетчатку. Яблоко вечером равняются булке. Ягоды вечер тоже не едят. Если иногда вот прямо раз в месяц в гостях вы пришли и принесли с собой не торт, а ягоды, особенно сезон. Сахар. Смотрите, какая есть тут ловушка. Мы ребёнку даём сахар, но в то же время хотим, чтобы он летом напитался витаминами. Что мы делаем? А сахар купирует всасывание в организм витаминов. И все ваши попытки накормить свежими овощами ребёнка или ягодами равняются нулю. Без сахара ягоды одни. И разная интерпретация ягод, овощей, фруктов. Знаете, ещё такой момент есть. Сейчас возьму в Дьютифри, в Турции. У них есть сухофрукты, вот курага. И начинку делают кураги из орехов. Натуральный продукт, натуральная сладость. Поставьте сухофрукты вместо конфет на стол. Делайте такие вкуснейшие для детей конфеты из сухофруктов с орешками. Потому что иногда мозг просит орешки, что-то жирненькое, когда нехватка солнца. Когда солнца много, тогда у нас и мы меньше хотим жирного. Ну и если есть проблемы с почками и витамин D не усваивается, то, конечно, вас будет тянуть на жирное мороженое или жирные продукты. Вот, жиры мы едим в первую половину дня. Тоже обращаем внимание. Так что в Турции больше плавайте. Такая возможность. Есть море. Я вот сейчас два часа в воде сначала плавала. Ну, я мастер спорта по плаванию. А потом бегала. Когда мы заходим по грудь, и вот мы бежим в воде. Бежим с сопротивлением. Ноги фигуры вытачиваются. Тоже как такой лайфхак. Бегать в воде на суставы нагрузка небольшая, а результат шикарный. Так что берем это на заметку. Бегаем, плаваем. И вода соленая, конечно, она выводит лишние отеки из организма. Так что наслаждаемся. Думаем, что мы едим. Это такая просто привычка правильно, вкусно себя кормить. И себя просто нужно настроить на это питание. И каждый день заботиться о своем организме через еду. Всех люблю. Обнимаю. Посмотрите, какая красота. Время. И цинкан. Отечество. Поехали. Продолжение следует...